Царю небесным, утешите души и стены, И жизнь и все исполняй сокровища благих, И жизни богателю прийдем селися вны, И очистены от всяких скверных, И спаси блажен души нашим. Господь, Бог наш, молим Тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Благослови нас на сии занятия, дарь нам уразуметь Слово Твое, И быть не только слушателями, но и исполнителями Его, И нести благую весть до погибающих. Прости нам наши согрешения тайные и явные, И помоги нам, Господи, расти духовно, Возрастать в Духе Твоем Святом. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мы начинаем изучать пятую главу Евангелия от Матфея на заповеди Блаженства. Евангелие от Матфея, пятая глава, первый стих. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Толкование. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать по тщеславию и на показ. Видев великое множество собравшегося к нему народа, он сел и начал учить его не в городе, не на площади, чтобы видели его многие и хвалили, но на горе в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших получить или видеть исцеление. Ну да, здесь все толковательно говорит, почему он удается на гору. Ну и сразу на сегодняшний день волей-неволей всплывает праздник крещения. На площади, как раз на показ, чтобы все видели, все где-то ору, все вышли, пришли, отстояли, ушли. Не на учения, ничего, все непонятно, совершенно все как-то не так. И мы вот собираемся по домам, нигде как-то особо не афишируем. Очень часто нам задают вопрос, а где ваша церковь? На Ползуново. Номер дома вот один прямо. Зачем ему надо? Я знаю одну церковь на Ползуново. Он хочет... Да какая церковь на Ползуново? Нету церкви на Ползуново, кроме нашей. Может и есть? Я не знаю. Ну и второй, третий стихи начинаются этими стихами заповедей блаженства. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Толкование. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений. Посему после совершения чудес и исцеления тел вращают души, дабы мы знали, что он есть творец и душ, и телес. Он учил их, не отверзая уст, то есть своей жизнью, чудесами, а теперь учит, отверзший уста. Учил же не одних учеников, но и народ. А начал с блаженств, так как и Давид начал с блаженства Псалом 1.1. Блажен муж, который не ходит на стрельбу, и не сидит в собрании возродителей. Прежде всего, выставляет смирение, как бы основание. Так как и Адам пал от гордости, отмечтав быть Богом, то Христос выставляет нас посредством смирения. Нищие духом суть, душевно чувствующие свое недостоинство. Да, я когда только приходил к вере, мне было непонятно, как так нищие духом блаженств, чего вдруг ради. Блажен, крепкие духом, но никак не нищие. Когда уж толкование это подсчитал, да, когда думаешь, что все знаешь, у тебя самость, ничего мне не надо, мы все знаем, очень часто нам на благовестие встречается такая категория людей, ничего нам не надо, у нас все есть. То есть вот эти люди постоянно встречаются. На самом деле попадают под это вот. Они несчастны, они думают, что они все знают. Кто думает, что все знает, тот апостол Павел. Тот тот еще, значит, не знает, как правильно знать. Как должно знать. И вот я сегодня с утра решил по Библии сделать и узнать, что же такое блаженство и кто такие блаженные. Вообще, что это за слово такое блаженство. Обычно смеются над ним. Да. Блаженники там, это вроде как. Да, блаженные, значит, блаженники. Вот как вроде юродивые. что-то, ну, дурачок, по-бахам, ты по-шум какой-то. А блаженство, это значит, там, что-то вот такое в мужском понимании, такие вот такая нега, может быть, там, расходство, покой, блаженство. как облака, там, как будто все лежат и в них мед заливают. На компьютере вот эта заставка, блаженство называется, облака, такая вот, блажайка такая. Вот. Значит, вот слово блаженство в Библии всего встречается два раза. Именно блаженство. Впервые оно встречается в 15-м псалме, в 11-м стихе. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. То есть, блаженство в руке Господней вовек. Ну, здесь, и второй раз оно встречается в послании к римлянам, в 4-м главе, в 9-м стихе. Блаженство сие относится к обрезанию или не обрезанию. Помните, когда апостол Павел рассказывает о вере Авраама и он доказывает, что не делами спасаются. И приводит в пример Авраама, который по обрезанию или после обрезания он поверил, конечно, по обрезанию. Так это вменилось ему в праведность, то, что он поверил, что нужно сыну-то принести в жертву. И вот это блаженство сие относится к обрезанию и не обрезанию. То есть, блаженство, это вера называется, вера Богу называется блаженством. так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Вот, значит, Давид называет блаженным человека, который, ну, он имеет ввиду Авраама, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. То есть, дел еще никаких не было, обрезания не было, но он уже поверил. А евреи, которые склоняли людей к обрезанию, что нужно обязательно обрезываться. Это немножко не так. Никаких дел не было. Тут непонятно тогда возникнет. А именно не хватит ни скольких миллиардов дел не хватит, чтобы заменить то, что Бог дает тебе. Бог дает. Ты можешь дела делать твои. То есть дела могут быть, но просто не дано было. И все. То есть вера без дела мертва, и дела без веры, они могут быть и добрые дела, но которые не во имя Христа... Нет, нет, нет. И во имя Христа, и во имя хоть кого добрые дела, они тебя не спасают. Потому что все Христос взращивающий, только Он дает тебе спасение. Даже если ты делаешь добрые дела. У нас стих в Писании просто надо сказать об Аврааме. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Значит, впервые о Блаженстве в Библии говорится в книге Бытие, в тридцатой главе, в тринадцатом стихе. И сказала Лия... То есть Ильи? Лия, это сестра Архиль, старшая сестра, которая некрасивая, которую... Якова подсунули. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. То есть, когда она наконец-то зачала, и вот... Блаженную будут называть меня женщиной. То есть, женщина, которая бесплодна, считалась несчастной, неблаженной, она была в таком презрении. И когда наконец-то чрево Бог давал, это вот человек получал благоу. И его называли блаженным. Также, вот в авторозаконе, в тридцать третьей главе, двадцать девятый стих. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняемый тебе. И меч славы твоей, враги твои, раболетствуют тебе. И ты попираешь их. То есть, здесь обращается Господь к Израилю. И называет его блаженным. Когда вот их враги раболепствуют и все. Ну, вот такое вот. Еще одно. Это какое местописание? Тридцать третья глава авторозакония, двадцать девятый стих. Здесь надо брать толкование. Если брать, то только новозаветного плана. Хорошо, да. Тут наше брать не против плоти и крови. Совершенно верно. Хоть это и Верхий Завет, но в основном мы же Моисея Крупким называем, кратчайшим. И причем еще его назвали при жизни. Однако вот сколько людей это тоже. Это да, это тоже нужно во внимание брать. Но в этот момент, когда как раз ты говоришь о том, слова Божие читаешь. В этот момент Господь готовит шестьсот три тысячи на устребление. Причем евреи уже. Да. То есть тут разговор конечно же идет, когда враги раболепствуют перед тобой. Это говорится о том камне нерукотворном, который с огромной горы несется и избивает этого истукана. Это говорится о Христе здесь. Что и придут народы, говорит, и поклонятся. И Господь говорит, и неплодное будет иметь детей, и те, которые не знали меня, будут называть меня отцом и так далее. И матерью называть будут веру в Бога. Дальше о блаженных людях говорится в 3-й Царск, 10-й глава, 18-й стих. Царица Царска называет 8-й стих, 10-й глава. Блаженные люди твои и блаженные слуги твои. Она обращается к Соломону и называет блаженным людей, которые слушают тебя, которые внемлют мудрости твоей. Она их называет блаженными. В книге Ева, в 5-й главе, 17-й стих, говорится. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай. Ну вот, то есть еще на человек. Фу! 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 Бабушка быстрее, нюхай. Тихо, все, поприветствуй. Молодец. Все, все, молодец. Все, место, место, место. Все, она узнала, узнала. Ага, наконец-то. Я хотел бы здесь немножко, так как ты, я вижу, берешь заповеди блаженства и в детском завете, надо тебе поправку здесь сделать и для всех тоже. Есть еще, кроме слова блаженства, отличия, чтобы легко было всем понимать и тем, кто будет после этого читать слово Божье. Есть два понятия благо человека. Для плоти это понятие называется счастье, а духовное развитие, то есть для души, для всего человека, для души и плоти, потому что человек воскреснет вместе с духом своим, плоть воскреснет. Нужно употреблять слово Блаженство. Так вот, слово Блаженство, оно еще для неподготовленных сердец человеческих к воскресению Христову в детском завете, оно как бы не до конца еще разъяснено. Поэтому ты все время после каждого раза, я вижу, немножко притормаживаешь, чтобы, а ты, и опять тебя к новому завету отбрасывают в Блаженство, и правильно. Так и надо сказать, что заповеди Блаженства люди не понимали, потому что был разговор только об одном, что все люди уходят в преисподние места, это называлось у евреев шеол. В преисподние места, что там было? Адские муки или что, не говорится, что там очень плохо, там нету Бога. А что ждали евреи? Евреи ждали, что они все воскреснут и будут вечно жить. Об этом мы читаем в книгах Макарейских. Потому что, говорит, когда он отправляет младшего сына, это мать, когда пытают их, это вторая Макарейская, седьмая глава, и говорит, сын мой, все, что сейчас ты потеряешь, все Господь тебе вот там даст, и братьев твоих, и я тебя не потеряю. Все восставит потом он, то есть вот как, и Иов говорит, мои глаза увидят распадающееся тело мое сие, когда оно воскреснет. Я знаю, искупитель мой жив, да? Какая? 19 глава, 15 стих. 19 глава, 15 стих. Или 15 глава, 19 стих. Ну или то, или другое. По-моему, 19, 15. Значит, получается, что это мы говорим о блаженстве уже, вот сейчас. Оно только краешком затрагивается. А здесь Христос, ты говоришь о Христе, тебе нужно было все время нас опять отправлять ко Христу. То есть ты взял это место и отправишь нас ко Христу. Да, вот сейчас. Тогда будет все понятно. Вот Ветхий Завет. Еще маленькая ремарка, чтобы знали все. Слово счастье встречается, слово это счастье, которое все любят, встречается только в Ветхом Завете. В Новом Завете слова счастье нету. Вообще никто не упоминает слово счастье в Новом Завете. Блаженство. Только блаженство, понимаешь? А счастье упоминается в Ветхом Завете 14 раз. В неканонических книгах несколько раз упоминается. И где-то 8 раз упоминается в канонических книгах. Это слово счастье. И всегда это счастье, это не как для плоти. Или у тебя полный дом, чаша счастья. Или там жена несварливая, счастье. Или у тебя семья, там детей мало-мала. Это тоже счастье. То есть вот это счастье есть. Или там богатство. По земному только, да. Слово блаженство всегда отправляем к духовному. Поэтому не надо тормозить, когда там про врагов говорится и так далее. Но отправляй сразу на сегодняшнее, чтобы люди понимали, что наша брань не против плоти и крови. Ветхого Завета сейчас нету. Не надо как наши попы делают. Привирают с три короба и оказываются противниками заповедей Христовых. Разговор идет о том, что не убей никого сейчас в Новом Завете. Христос, вложите меч в ножны свои. Неужели же за меня бы отец не поставил 12 регионов ангелов? Неужели? Как непонятно. Слова Христовы вообще сейчас не действуют. Только одно нарушили. Пошли благословлять бронетранспортеры, бронепоезда. Сейчас в Донецк идут, туда эти караваны все, все благословляют, благословляют. А ведь туда и оружие идет, это и понятно же, как бы они там отбивались. Вы видите, в новостях показывают, как вооружены эти донецкие войска. Вы видели, как они вооружены? Ничуть не хуже они экипированы, чем американцы. Каски эти, ботинки, автоматы там такие, у них там рации и все остальное прочее. Понятно, что американцы возмущаются и говорят, вы там их снабжаете до самого горла. Но понятно, что снабжаем. Это же граница России. Это уже тоже понятно все. Но разговор-то идет о вере в Бога. О исполнении его заповедей. Не надо юлить здесь. И, конечно, когда-то должно было прийти это время, когда мы должны встать во весь рост, распрямиться и сказать, Господи, мы избираем твои заповеди, идем на крест. Вот, пожалуйста, на Украине сейчас идет четвертая волна мобилизации. Не могут никак людей найти. Все поразъехались кто куда. Кто в России, кто в Европу, кто там в Турцию успел уплыть. В Закавказье. Все вот как мыши, крысы стонущего корабля убегают, молодежь. Потому что никто не хочет воевать. Никто не готов был к этому ничего. И их берут и садят людей. От трех до пяти лет садят. И идут на это люди, молодежь. Не воюют. А здесь мы за Слово Божие должны восстать. Мы должны жизни, как говорится, не пожалеть. Нет, опять начинается священство. А где вы это взяли? А вот у Христа написано, какой царь пойдет на войну. Так Христос это примером просто приводит. Чего пример-то не привести Христу? Он пример для таких же людей приводит. Тогда сильно воевали. Все поняли его. Но теперь-то нельзя этим примером пользоваться, как то, что Христос сказал. Давайте теперь царей побольше, которые там имеют войска, и будем там друг с дружкой теперь мериться силами. Христос сказал, не мир и принес, но меч духовный и разделение духовное. Продолжим. И вот здесь вот впервые, когда Ветхий и Новый Завет, что касается блаженства, пересекается во втором салме в двенадцатом стихе. Почтите сына, сына с большой буквы Давид пишет, чтобы он с большой буквы не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. А в чем уповающие? Что гнев минует их, что они спасутся. Ну тоже. Вот крестное знамение, когда мы делаем, то вот эта вот вертикаль, вот эта горизонталь получается у нас, а это вот вертикаль, вот эта вертикаль, вот эта горизонталь. Она показывает, что гнев Божий, который изливался на нас сверху, Христос останавливает своим воскресеньем, вот своей смертью и воскресеньем, когда раскинуло вам так руки, и гнев его был остановлен. Вот сейчас, а вот это говорится об этом самом гневе. Потому что до Христа все под гневом находились. И написано поэтому, все согрешили, нет праведного ни одного. И говорит, давай дальше, и сказал я вопрометчивости своей. Неправедного ни одного. Всякий человек ложь. Всякий человек ложь, да. Вопрометчивости сказал, но он сказал, почему? Потому что по-другому нельзя было говорить. Хотя под всеми Библия все-таки подразумевает многих. Пускай почти всех, но кто-то есть те, которые будут спасаться. И мы видим, что, а кто спасся, скажем, а кто спасся там? Ну ладно, апостолы, а до этого-то были тысячелетия. А Христос в субботу сошел в ад и вывел души тех, которые были достойны. И более того, не просто души вывел, а написано, многие тела святых воскресли, раздрали, камни рухнули там. Что там все? Земля потряслась. Земля потряслась, и они вышли и явились своим родным. Многие написано, мы уж не знаем сколько, но многие это значит очень многие. А говорят, а что потом с ними дальше было? Ну, жили праведниками, благовествовали и умерли, как все люди. Но вот то, что они благовествовали, как раз говорит о том, что люди, когда Петр говорил проповедь, сразу три тысячи одновременно пришло в веру, пять тысяч священники приходили в веру. Это вообще невозможно, чтобы священники в веру пришли. Как? Они там, где надо, они в своей касте и приходили. Почему? Потому что были другие чудеса, которые не указаны в книге, что мы читаем. А если, говорит, и все это собрать, то никакие книги не ввесили бы то, что написано о Христе. А люди еще говорят, а зачем нам эта вечная жизнь? Что мы там делать будем? Там будет скучно. Невозможно перечислить того, что будет там. Того глаз не виделся. Сколько всего мы не знаем, это только, ну Господу Богу известно, сколько мы не знаем. Мы-то живем какую-то там частичку жизни где-то там на этой огромной планете, в этой вселенной. А ведь всего сколько? А люди сколько любят слушать? Вот сидят целыми днями у телевизоров, чего там только не говорят по этим телевизорам. И научные знания, им залезут в эту нашу, до почки доберутся. И во вселенную залетят так далеко, что думаешь, как вы туда вообще добрались-то? Вы тут под носом у себя ничего не видите, вот в таких линзах сидите, эти очкарики. Ну найдите Бога здесь рядом. Нет, вот заглянут, там какие-то эти кварки маленькие, там еще сейчас бозоны какие-то там летают. И надо там такой круг большой сделать. На всю космос, да, на всю Землю, чтобы там как столкнулись они. И тогда мы произведем взрыв, и вот опять начнется новая вселенная. То ли заняться нечем, вот всякой ерундой занимаются люди. И вот написано, и пытливости этого ума пока, говорит, Господь смертью не положит пределы этому безумному занятию. То копят знания, то копят деньги, то копят удовольствие, и ничего это не ведет к вечной жизни. Псалом 31.1.2 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Вот счастливый человек. А которому вред постоянно, он несчастный, он боится, что его обнаружатся. Кто говорит, ложь не спасется. Помните, фильм очень популярный, «Искупление» называется, там где действующий герой основной, это Иуда его звать, и он старший в своей семье, его отправляют учиться на священника, он из рода левита. И он учится там, и в этот момент становится христианином. И там братья его младшие, но отец, мать и младшие братья, у него там сестры есть, и показывают всю его семью. И вот он приходит в Вифлеем, приходит туда и начинает говорить проповедь. «Ты где был там, Иуда?» Один там такой, Захария. Он, «А, это Захария, брат Захария». Ну и начинает говорить, что вот блаженны люди, кому Господь не вменит греха. А как же наш еврейский народ получил обетование от самого Бога? Мы избранный народ. То есть, если избранный народ, все, теперь грешишь ты там, не грешишь, каким бы ты ни был, ты вечно блажен уже. Тебя же Бог избрал. Вот такое понятие у мусульман. Там просто ты вот грешил, вот что хочешь там делал, убивал, там голову резал. Пришел в мечеть, а в мечети тебя еще не было, в мечети. Зашел в мечеть, все, три раза говоришь, я хочу быть мусульманином, я хочу быть мусульманином, хочу быть мусульманином. Все. Слышали там два мусульманина? Ты мусульманин. Все. А как грехи или что? Какие грехи? Ничего нету. Ты мусульманин, а Аллах с тобой уже. Все, готово дело. Больше ничего не надо. И то же самое, такие же мысли были у евреев. А Господь говорит о блаженстве, то есть надо было разобрать, а кто такие блаженные? С чего это блаженство, тут сразу удается-то тебе. Откуда? А там про праведность постоянно говорится. Праведный кто? Тот, кто исполняет законы Бога. Так они только чуть-чуть бы заглянули в этот Захария, который там стоял, что-то там пытался разговаривать. Ты когда выполнил, Захария, последний закон? А я вот сейчас иду переодеваться и буду приносить жертву. У нас Пасха. Все. Ягненка буду заколать. Все. Он свой закон выполнил. Ну ладно, ты здесь-то ягненка заклал. А скольких ты своих братьев и других язычников или кого, сколько ты зарезал языком? Сколько ты зарезал, когда брал с них оброки непосильные? Сколько? Не говоришь об этом? И не думаешь даже? И так далее и тому подобное. Господь ей говорит, вот пост заключается в чем? Узы неправды развяжите, расторгните всякое ермо неправды. Отпустите узников на свободу. Лето Господне благоприятное сделайте. Это что такое? Это значит братьев своих хотя бы отпустите, когда лет исполняется. 7 до 7. Следующий год. Все. Всех гробов отпускали, кто евреи. Такое было у них. А они уже не отпускали никого. Уже братья евреи на них горбатились. А он тут стоит, рассказывает сказки всем. Так мы же обетование приняли. Мы народ Божий. А что же не исполняете ничего? Ну ладно, родился ты таким. Вот сейчас о чем ей говорит Иоанн Златовук, что стыдно нам, что у нас есть Евангелие. Как стыдно? Хорошо, вы счастливы, да стыдно. У нас в совести должно было быть Евангелие. И мы должны, когда делаем кому-то зло, неприятность какую-то, у нас этот стыд через нашу совесть должен доходить до нашего сердца. И мы должны были, покаявшись, делать противоположное. Но мы до этого не дошли. К стыду нашему, говорит Златоуст, Господь нам теперь дарует закон, а потом Евангелие. Закон не исполнили, потому что он суров оказался, и он только вел к смерти, к смерти, к смерти. Господь избавил нас от этого призрака смерти. Потому что в страхе нет веры и любви никакой. Он освободил нас. И теперь мы вот такие свободные, вот такие вот прыгучие. Теперь танцы устраивают в церквях уже. Девочки ходят, вон учатся. У нас пошла учиться одна сестра. И там раз вдруг говорят. А там вот в семинарии там еще и танцем каким-то учат. На концертах. Здравствуйте, зожили. Старинные, старинные танцы. Старинные, да хоть самые что ни на есть благочестивые. Нельзя танцевать. Вот мы же старовляться спросили, когда пришли к нам девчонки. Я специально так наводящий вопрос говорю. Поете хорошо, а танцами как занимаетесь? Надо было видеть ее глаза, когда она на меня посмотрела. Такие глазки, они вот так вспыхнули. Танцы! Он так... О, нет, 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 нет. Такой испуг такой. Я думаю, ничего себе, как будто их там били. Слово танцы тут сразу, как собачку воспитывали. Чтобы сразу раз, и уже такие глазки. Даже не думают о танцах. Вот, пожалуйста, неконьянство. Вот, пожалуйста, новообрячество, в котором мы состоим. Танцы. Бальные, старинные танцы. Да, благодарим вас. Вот до чего мы дожили. Это все никогда закон не исполнить. И никогда не исполнить, тем более, заповеди Христовых, заповеди блаженства. Их нельзя исполнить, и Господь вкладывает в сердце твое. Они не исполняются, они живутся. Поэтому, когда человек говорит, спрашиваешь, а вы верующий? Да, верующий. Ну, крещеный. Он, если сказать ему, вы как Бога приняли, он тебя не поймет, о чем ты говоришь. Или скажешь, а если у вас вторым рождение свыше? Он вообще запутается. А когда ты ему говоришь, верующий или там православный, как один православный, все православные. А потом дальше добавляют, вы крещеные. Это значит, все, человек вообще ничего не понимает, о чем речь идет. Потому что крещения нету у нас нигде. Так меня же, ну, на маленького крестили. В каком году крестили? В кого в 60-х, в кого в 70-х. Так тогда он где? Отец Войтович тут еще, Николай. А там вот такой вот седой, с бородой, по кросскам. Ну, Войтович. Да, да, точно, да, Войтович. Ага, крестил он вас. Понятно, Голубчиков крестил. Деньги-то платили. А как же, где кто не платит-то? Дважды согрешили. И крещения нет, мочения, и еще, и третий раз, никакой катетизации. И самое главное, во всем этом нету никакой веры в Иисуса Христа. Где евангелизация-то? Где то, о чем говорит Господь эти блаженства? Брат вот нас вывел на это, что блаженство, это и есть вера в Господа. И Господь говорит, блаженны, не видевшие и уверовавшие. Меня. Ну, то есть, Христа. Вот с Фомой, когда разговаривает, это двадцатая глава Евангелия Теана. Продолжим. Псалом сорок, второй стих. Блажен, кто помышляет о бедном. Вот еще такое. Созвучное. Псалом сто одиннадцать, первый стих. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Крепко любящийся. Все, понятно. И вот дальше такой вот, Псалом сто тридцать шестой, восьмой, девятый стих. Сразу оговорка. Ветхий завет. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Вот еще какое блаженство. А в Новом Завете не мстите за себя, возлюбленные. Мне от мщения я воздам. Здесь толкование златоуста идет. Тут говорится как раз о сатане, об Иисусе Христе. А вот о камене младенцев, младенцы это те самые помыслы, которые рождаются от соприкосновения, от борьбы сатаны и человека. Вот в чем дело. У человека рождаются помыслы. И об этом как раз говорится. Без помощи Христовой, без помощи Бога невозможно победить это. Эти помыслы. Нужно только побеждать. Вот. Ну камень это Христос. Ветхий Завет. Все я выбрал вообще. Хочу сказать, что 99 раз корень блажен встречается в общей Библии. В Новом и в Ветхом. Ну в Новом конечно побольше. Значит у Матфея в 11 главе, в 6 стих. Я сейчас заповеди блаженства не беру. Там понятно. Блаженны, блаженны, блаженны. Ну и сейчас дальше пройдемся. Здесь говорит Христос блажен, кто не соблазнится о мне. 16 глава, 17 стих. Христос говорит Симону. Блажен ты, Симон, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Тоже о вере во Христа говорится. 24 глава, 46 стих. Блажен тот раб, которого Господин его прежде найдет поступающим так. Помните о чем речь, когда Христос рассказывает притчу. Что Господин оставил смотреть за рабами, а сам удалился. И приходит, рабов кормят, все за ними ухаживают. Ты была блажена. А другой, недолго придет Господин мой, будут петь, гулять, рабов бить. Пить и напиваться. Пить и напиваться. Лука 1, 45. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Кто сказал это? Уверовавшая с большой буквы. О ком это? О Богородице. О Богородице. И кто это ей так сказал? Елизавета. Елизавета. Пятеркова. Лука 14, 14. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, и что воздастся тебе в воскресении праведных. Это как раз притча о том, как Христос говорит, когда зовешь в дом, зови убогих и нищих. И не надейся, что когда-то они тебе тоже позовут, и воздастся и блажен, что ты будешь, что они не могут воздать, но воздастся тебе, естественно, по вере, уже в воскресении праведных. Опять говорится о вере в Царство Небесное. Ну и в 15 стихе, как продолжение, блажен кто верует, а кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Сразу прошифровка идет к следующим стихом. Лука 23, 29. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосы не питавшие. Вот, в Ветхом Завете начали, что блаженна, которая начала, а в Новом Завете уже блаженны, наступят те дни, когда будут большие гонения, и будут блаженны те, у которых нет детей, неплодные окажутся блаженными. Так, Иисус в Фоме говорит в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны, невидевшие и уверовавшие. Опять о вере. Деяние 20, 35. Блаженнее давать, нежели принимать. Опять о бедных тут говорится. Иакова 1, 12. Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящему его. Опять учит нас Господь переносить искушения. Ну и вера, конечно, нам дает утешение в этих, мы надеемся, что все наконец-то закончится, и будет венец жизни, который обещал Господь, любящему его. Далее, 1 Коринфянам 7, 40. Но она блаженнее, если останется так. Говорится о давичестве. Она может выйти замуж, если муж ее умрет. Но, если бома. И там он, постол Павел говорит, но я думаю, что я имею Духа Святого. Конечно, это я сам сказал. Но, я тоже, когда на женщину схватывал меня, я их местописание говорил, ну, душу в давцом там остаться. Так это же апостол Павел сказал, а я говорю, так он написан, что он думает, что он Духа Святого имеет, так это он так думает, что он Духа Святого имеет. Написано, что нехорошо человеку в одном осталось. Вытянул. Откровения, уже дошли до откровения, 20 глава, 6 стих. Блаженный Свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Ну, первое воскресенье это... Первое воскресенье это... Да. И заканчивается... Рождение свыше называется. Да, и заканчивается последний стих, где встречается Порень блажен. В Откровении, в 22 главе, 14 стих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, Бога, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Опять о вере говорится. То есть, блаженный это верующий. Не Индия перелезть, 10 глава Евангелия Таана. Не Индия. Индия это не Индия, значит. Это в другом месте. А пройти калиткой, открытыми воротами. А еще местописание. Как так этот прожел? Церковь Божий. Вроде, а нет на нем брачной одежды. Перелез Индия. Перелез Индия, да. Попытался. Ну, это многие пытаются. Поэтому Христос предупреждается, что закончится, все скрижет от зубов. Вот такой экскурс по блаженству небольшой провели. И нам стало намного обширнее, понятней. Ну, и что такое блаженство стало понятней. То есть, все это относится к духовному. К душе. К удовольствиям души. Ничего нету здесь. Ни страстного, ни платяного. Ничего нету дьявольского. Никакой злобы. Только одна светлость, день мы видим. Это все Христово. Добро, благость. В блаженстве. Это самое главное. Добро, благость. Мы просто счастливы, что Бог, Бог наш, Господь и Иголы, это есть самосущное добро. Самосущное. Вот как в чем дело. У него нету ни тени перемены, и он всегда только свет. Об этом говорит 1 Евангелие от Иоанна, с 1 стиха. Он говорит о Боге, о Слове, то есть об Иисусе Христе, о блаженстве. И о свете, говорится. И вот эти пророки, это люди, праведники, это все свет, который Господь посылает нам в эту тьму и мрак, который здесь на земле образовался. Потому что духи злобы поднебесной оккупировали полностью. Мы видим голубое небо, а оно не такое голубое. Вот флаг России идет сначала белый, но голубой и красный цвет. И все это снизу вверх. Вот красная, это кровь, которая пропитана вся земля. Вот написано, кровь Авелева пьет ко мне, говорит Господь, к Аину обращаясь. То есть он пролил кровь брата, кровь истекала, земля ее поглощала. И заместо Авеля, так как Авель не мог вопиять о преступлении братнем, о милости Божией, о том, что справедливость должна разторжествовать, потому что он не сделал ничего преступного перед Господом. Она вопияла. И вот сколько уже было пролито крови, и вся эта кровь, вся она впитывается землей, все эти смерти, и все время вопиет. И невозможно от земли утаить смерть. Никто этого не делает, никто не понимает. Берут сейчас крематорий, сжигают людей, а потом и прах мы рассеяли над морем. Находят, где вы рассеиваете. Все равно прах этот ложится на прах. Под морем земля, она такой же прах, но только мокрый. Здесь рассеяли, рассеяли там над полями, где он любил там ходить. Ну рассеяли, упало на землю, и вот это частички этой крови, которая там есть, они опять вопиют. Все это вопиет Господу. Все пропитано. Вот оно. Потом дальше идет голубое небо. Ну почему небо вспоминается? А написано, шестая глава послания апостола Павла к Ефесянам. Написано, и наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Поднебесных. Поднебом. Небо это принадлежит Богу, а поднебом что? Вот наша атмосфера. Вот оно все. Вот здесь они носятся. Между землей и небом. Вот они. Здесь рядом с нами всегда. Вот они тут носятся. Как так люди? А люди, голубое небо, мирное небо. А намандировщики, фашисты, специально устанавливают на своих штурмовики, специально, уже запрограммировано было, еще не было войн, специальные сирены. Рев которых детей и женщин, говорит, и солдаты тоже, прямо через слава расслаблялись и обсирались и людей. А люди с ума сходили, до самоубийства доводило это. Вот что люди делали. Вот что падает с неба на нас. Из Донецка там сейчас тоже скажут мирное небо. Да вы что скажете, какое же мирное? Снаряды рвутся, везде разлетаются. Вот они, что бесы делают. И следующее, настоящее небо, небо небес, белое, чистое. В небе нет красных, в небе только белые. Только белые. То есть праведность там, те, кто имеет чистую, светлую одежду праведности. Вот кто там. Те, кто блажены. Счастливые. Вот они счастливые, они блаженные. Счастье это мелко уже. И когда я на свадьбе готовил проповедь, вот мне все время Игорь с Юлей, брату нашему, вот этих его, все желали счастья вам, счастья вам в личной жизни, счастья вам в личной жизни. Я говорю, что-то мелкое. Взял, сделал я весь обзор и составил проповедь такую и говорил ее на свадьбу Игоря, когда была. И когда сказал, мой отец выступил, Владимир Васильевич, и он когда сказал, он такой в порыве таком, вот так хорошо сказал, и вот я вам желаю всего того, вот все того, что брат вам сказал, я желаю вот так же блаженство вам этого такого, вот такого до неба прям, чтоб счастья. Не могу сказать, он не верный, там сам вот такой, как бы верующий, но слава, по-православному, да. Вот тут, вот тут, как-то, хорошо сказал. Желаю тебя, когда все знают его. Ну а там Господь просто желал, Господь желал всего это, конечно. Господь коснулся. Когда мы, почему мы здесь все собираемся, потому что мы, нас Господь коснулся словом своим, и мы, это слово для нас живое. Это жизнь наша, тут уже по-другому не возьмем. Иначе, чтобы вы в такой, уже в возрасте, или вот брат тратит сколько денег, или вот брат приехал, неизнамо откуда, и сейчас бы мы собирались, и тут слова, которые нас совершенно не интересуют, мы бы сейчас разбирали вместе. Да, конечно, нет. Господь объединяет всех. Нас, таких разных, мужчин и женщин, объединяет Христос. Кто как не приходил ко Христу, а задерживаемся мы все, и живем в одной церкви, которая постоянно имеет, как говорится, константу постоянную. Она не меняется. Христос был, есть и будет тот же. В веке тот же. В веке. Если мы сейчас, вот так с радостью собираемся, рассматриваем Слово Божье, в незлобии, желаем только нашим врагам мира, настоящего, чтобы в их сердцах мир был, чтобы они отложили автоматы, каски сняли, одели повязки, плотиные, рукавицы, и пошли на поля трудиться, пропитание добывать для себя, и главное для других, детей там не было скобжать, а не биться за свою какую-то мифическую правду. И кто-то же первый начинает, кто-то первый начинает это все. Это не просто так, что там думают, ага, ага, и потом сошлись два сатаны вместе. Ну что, начинаем? Начинаем. Нет, всегда есть зачинщик. Подстрекатель. Подстрекатель, да. Ну сатана это понятно, подстрекнул уже. Но вот тот, кто первый, и вот сейчас у нас политологи выступают, у нас есть такой здесь местный барнаульский политолог, Рыжков, депутат, ну его должны помнить, такой ушастенький, конопатый, Игнатий Иванович его обмылком называл. Очень хорошо говорит, он говорит, понимаете, вот выступал, понимаете, всегда есть среди людей, которые вот уже ну когда идут дебаты и все-таки быть в войне или нет, и всегда найдутся один-два таких ползучих, у которых чешутся кулаки, им надо обязательно попробовать свои силы. И они же туго уломают и уговорят, ну как, начинают на трусость так быть, да что у нас там не хватает, да мы что трусы, да мы что там не защитим, и те сдаются, которые за мир. Почему? Ну потому что они не христиане. Если были они как христиане, меня хоть как ломай, ты меня через колено деньги внесу, я скажу, да я не могу, не имею права, мне Христос запретил войну, понимаешь, я сам он киплю, ну детей там убили, все у меня сердце разрывается, он сейчас вот пальцем вырву его себе, покажу тебе, но толку-то что, нельзя воевать, и мне себя убить тоже нельзя, Господь так заповедал, отставить нужно, лучше, как говорили еще греки, лучше худой мир, чем хорошая война. Зачем это нам война нужна? Вот пожалуйста, доказали. Сначала какие-то там заслоны все высылал Порошенко, не Порошенко, еще Турченинов, высылал заслончики, заслончики, там мирное население растворяло их, там десантников послали, десантники покаялись, там сколько там, штук 20 этих боевой техники там оставили, потом еще какие-то отряды, еще, и потом они поняли, что там все растворятся просто, они поставили заслон, чтобы туда уже никто не ездил, и просто начали стрелять тупо, потому что все, кто туда не заедет, у них там или родственники, или они, они просто увидят мирное население, вот там они все живут, вот как у нас частный сектор, там газ везде проведет, российский, везде газ показывают, везде там перебит, и все горит, вот так же желтенькие, как у нас, трубы эти покрашены, и там, там разбавленный стоит коттедж, такой же, как у меня, двухэтажный, там крыша сорвана, я только, я как представлю, думаю, если у меня, мамами, все, труба, куда идти, хорошо, братья, сестры есть, а так не знаешь, куда податься, думаю, кошмар, и все это из ничего, высосали, вот это вот, и потом Порошенко пришел, да, войну прекращил, а сам тайный сговор, там все, все, еще больше войск, потом, это, несколько месяцев мира этим было, еще больше накопили, там танковые соединения, да вы что, заняться вам меньше, что ли люди? Он говорил, через 3-4 дня все прекратится, вот так выступал, когда его избрали, ну да, да, так он и говорил, да, это так, а теперь дальше уже, а у тех-то тоже оружие, Россия их снабжает, все, и понеслась, а теперь уже там, кто двойные стандарты, кто какие, и прекратить, никто не прекратит, почему, а зачем прекращать, они же неверующие, если вы, с той стороны, там допустим, в Донецке, вот они, дончане, они казаки, ну сейчас бы сказали, давайте сейчас, все вот дружно, не будем стрелять, встанем на колени, будем молиться, пускай они там нас перебьют, и так далее, и что, и было это под солнцем уже, с евреями, в субботу они не воевали, против антиоха, и что, и говорит, погибло им больше тысячи мужчин, и женщин, просто приходили, говорят, эти воины антиоха, в субботу, знали, что они воевать не будут, и вылавливали их, они убегали только от них, потому что в субботу нельзя воевать, нельзя ничего делать, они даже убегать далеко нельзя, и их вылавливали, говорит, и убивали, и тогда, уже Маковей тогда постановил, нет, давайте защищаться, а то нас так всех перебьют, и тогда что наше восстание, оно ничего не значит, да, и начали защищаться, ну и победили они, но это Ветхий Завет, как быть в Новом Завете, вопрос зададим, все просто, не воевать, тем, кто искренне верующие, не воевать, и вот женщину, то сейчас посолили, она позвонила, к насосчику, слышали? Слышали это? Нет, не слышала. Не слышали, вообще не слышали? Ну и что она? Кто она? У нее семеро детей, семеро детей у нее, она, я так, так, ну все, быстрее говорите, сейчас 15 раз будете говорить, семеро детей, ну и что? И она, значит, в Смоленской области, ехала в маршрутке, там сидели два, ну они, очевидно, военные, разговаривали, что, значит, там, на Украину, вот, надо туда-сюда, ехать надо, там, они в обмундировании, все, она все это прослушала, и около их, где она живет в Смоленске, воинская часть, и там, значит, она смотрит, что солдаты, то были, а то их нету, и она решила, что они отправляются все на Украину, она взяла, позвонила в украинское посольство, здесь, в Москве, и ее все, это еще было в апреле месяце, я не могу понять, при чем здесь верующая, это женщина, я хочу сказать за то, что она верующая, она не хочет, чтобы там была война, чтобы там людей убивали, ну понятно все, какая она верующая-то, верующая она, что-то услышала где-то, она бы лучше Богу молилась, чем ездить в такси с военными, так она не в такси с военными, я не знаю, да какая разница, с севера детей, иди там корми, воспитывай их в вере Христовой, чтобы заповедить его жертву, ну она ездила куда-то по делам, ну я что могу сказать-то, ее дело, что ли, наблюдать за воинской частью, там есть солдаты или нет, ну, ну кто, сейчас мы жили мы около воинской части, сейчас мы собрались все, так дайте-ка мне бинокль, у тебя где-то брат, сейчас мы толпились и смотрели, а там сколько солдат такой, ее вот и сейчас обвиняют, поэтому, что она сейчас изменник, так а зачем вы в сказке нам рассказываете про верующих-то, ну вот к чему вы это толкаете, вот теперь мне нужно защищаться и рассказывать о том, что она не верующая, ну к чему? так мы же говорили, что верующие люди так не будут, но вот она верующая, она не хочет воевать. Да с чего она верующая-то, вы взяли-то? Потому что не хочет воевать. Не хочет, чтобы убийство было там. И что, для этого нужно теперь смотреть, сколько солдат тут в России, куда они поехали? Молиться Богу надо, мы об этом говорим, а вы рассказываете, она не хочет, чтобы была война. Так может, она и молилась, может, она и молится. Мы же не знаем про ее, но я так думаю. А, вы так думаете, но я так и понял, что вы так только думаете. Ясно, что это наша совершенно русская женщина, они есть в русских селениях, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот у меня собачка, ее все путают с кобельком. Почему? Очень активная, сучка. Она хоть кого забегает, но это всего лишь самочка. Вот они, вот эти вот наши русские женщины, как вот собаки. Они плотные все, мощные, уже своих мужей схоронили или повыгоняли. Дети, дети сопливые, там полуоборванные, где-то там бегают никому не нужные. Семеро не по лавкам по ее, по чужим. И теперь им нужно что-то тут начинать где-то рассматривать, где какие военные, что говорят. Сейчас брат начал об этом генерале тут доискиваться, который с ним ехал. Где там кого порезали, попластали. Ой-ой-ой-ой. И главное еще, где-то она верующая, она не хочет войны. И я не хочу войны, и тот не хочет войны, и другой не хочет войны. Хотят ли русские войны? Любой ответ, конечно не хотят. Дело не в том, что хочешь ты войны или не хочешь, а в том, исполняешь ты заповеди Христовые до конца или нет. Как ты относишься к тому, что священники все благословляют? Им же говорить об этом надо, священникам тоже. Чтобы они исполняли заповеди и так учили пасту свою. И архиерею сказали своему, что владыка, ну нельзя благословлять же. А владыка благословит. Почему? У него с воинскими всеми подразделениями, с милицией, с военными, с тюрьмами, везде-везде договора заключены. Он везде окормляет. Вы понимаете, что это такое? Это значит, он считает, что его паства находится среди милиции, полиции, среди там приставов этих департаментов, среди тюрьмы, пенициарные эти округи, среди военных, среди пограничников у нас здесь. Вот Максим к пограничникам ездил, там тоже крестил их, показывают, мальчонки стоят, склонились, он ходит чашкой, крапит там водой и все. И потом говорит им, пропует, как нужно защищать границу, там автомат крепче держать и так далее. Скажите, кому это надо, церкви или не надо? Вот что главное. А не то, что там кто-то поехал, кто-то хочет, кто-то не хочет. Люди в церкви прям архиереи этим занимаются. Так все извратили, ну все извратили. Это уже давно-давно. Еще в революции все это извратили. Да какую революцию? Это извратили еще в Константине. Да можете при Константине. Да не может, а сто процентов. А теперь вы где? Если Константин, Константина крестил на смертном одре уже, не православный, а арианствующий епископ. Знаете, что такое арианствующий? Ну ариан был. Это тот, кто Христа за Бога не признавал. Вот кто крестил Константина. И что этот Константин мог в церковь внести? А только разлад. Его великим назвали, равноапостольным. Маемся мы с этим, братья, маемся. Не исследуя Слово Божие, не исследуя жизнь тех людей, которые жили по Слову Божьему и которых растерзали человека дьяволы. Вот как нужно учиться в семинариях, о чем? Все места эти выбирать, как златоустогнали. За что? Кто такие женщины, которые у власти находятся? Вот эти тайные масонские организации. Все вот это нужно разбирать. Как с людьми, как с пастой себя вести, как говорить проповеди вдохновенные. Ходите, прям показывают людей, которые говорят проповеди. Игнатий Иванович говорит, у нас нету таких. Показать могут только баптисты. Да. Могу так сказать. Баптисты, прям слушаешь, и я на полном серьезе слушаю. Вот они выходят один, второй, третий, четвертый. И видно по составлению проповедей, по тому, кто как произносит их уровень. Уровень подготовки. Ну, в основном такой уровень очень маленький. Но есть, говорят, видно, так живо. Вера. Да. Взять хотя бы ярло пести. Ярло пести взять. Это же просто невообразимый дух в человеке, Христов. С каким удовольствием и с какой нежностью он рассказывает о Христе. А как он приводит слова Божии. И на память, и читает, видно, подготавливался. А бывает и без подготовки говорил. Какие проповеди. Вот они записаны. Просто прям проповеди записаны в книгу. Читаешь ее, диву даешься. Как простыми словами выходит он на слова Божии. Без толкования, явно, златоуста, надо сказать, человек этого добился. И очень-очень попадает везде. Почему? Потому что дух Божий, видно, коснулся сердца человека. А если ему Иоанна Златоуста было дать? Это же, это силища. Сколько бы православных было у нас. И он вещал так, чтобы это коснулось сердце любого человека. И православный. У него практически, очень-очень редко, бывает противоречие с православным даже учением. Здесь кассеты опускают, нигде, чтобы послушать. Да. И вот таких людей, конечно, надо слушать. Я не знаю, где там слушают, карьеру поиски или нет, в семинарии. Думаю, навряд ли. У них вовсе все построено на уровне каких-то знаний, какой-то базе, как им кажется, что это фундамент какой-то, который должен возвысить их над пастрой, поставить их на огонь, чтобы они говорили Слово Божие. Это никогда не возвысить, тебя не поставят, и не будешь так говорить. Будешь костноязычным всегда. Никакой аарон не придет, который будет за тебя говорить. Потому что они друзей не найдут, нигде даже. Не то, что братьев. Это дар Божий, одним словом. Этому нельзя научиться. Ну, брат тут рассказывает, я все больше удивляюсь этому. Я там братьев наших знаю. Там церковно-славянские, песнопения какие-то. Это легкотень даже, разговаривать не приходится. И сейчас приходят батюшки, которые даже не знают Слова Божьего. Ну, то есть, как исторических, просто не знаю, как так не знать исторических. Тут я ехал с каким-то человеком, он к Никите ходит, они там друзья. И он меня вспомнил, все, начали говорить, он говорит, А Слово Божие, я слышал, знает тот, кто прочитал его 12 раз. Я говорю, я прочитал 22 раза. От корки до корки. Он так, да, а как так получилось? Я говорю, просто каждый год своей верой я прочитал Библию. Это было для меня, как вот новолетие справляют люди, Новый год. Так для меня было прочесть Библию, закруглить ее, надо где-то поспешить. Чувствую, что не успеваю. А бывает раз уже прочитал быстро. И прям себя останавливаешь. Ну-ка потише, ты куда спешишь? Прям летишь. И мне те слова, когда Игнат Иванович говорит, когда вы по многу читаете, это очень плохо, нужно все-таки раздумывать. Потом я себе эти слова на память приводил. И говорю, тихо, 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 давай, ты почитал, сейчас давай пораздумывай, а то что это ты видишь? Видишь, какие мудрые слова говорит человек? Вот это всегда себя останавливало даже. Но когда в Златоуста залезешь, читаешь, отглянешься, уже время прошло много, а прочитал ты с Гулькин гос. Златоуст это вам не Библия. Без размышления. Там каждая страница это размышление над каким-нибудь Словом Божиим, или каким-нибудь поездованием. Вот где размышления. Так это он только тебе сказал здесь, что записали. А сколько же там рой мыслей у него, который тоже можно было бы записать, но не успели. А вот песня у Игнатия, Виктора, вчера напевали-то. Как это? Думы, мои думы-то. Вереницы. Думы, мои думы, вереницы. Ну, вот тоже. Читаю, стаи, разнобой. Вот читая Златоуста, ты поймешь. Ну, давай, где идем тебя? Ну, тут же думы-то не думы-то. Гитары где? Ну, пока сейчас беседу, я сейчас настроюсь. А, ну, найду слова. Может быть. Кстати, они первые лежат. Вот и не надо ничего, давай. И искать не надо. Да. Это мы вчера, немножко скажу, да, вечером, вот брат Владимир снимал, сейчас он тоже снимает. 14 песен Игнать Тихонович отобрал. Мы раньше записывали и на YouTube выставляли. Ну, кто с YouTube дружит, знаете, да? Никто не дружит, подружитесь. И песнопение, это на стихи Игнатия Лапкина. Одно песнопение было Роков такой, где-то вы его, помню, встречали. Да, Владимир Егорыч. Да, и вот записали его, да? И его тоже. Да, я музыку придумал. Да, встреча записана? Дома моей дома, Вереницы. Это 2001 год. Сейчас гитару я возьму. Я так обрадовался, что он живой. Я думал, Владимир Егорыч уже помер. И вдруг идет с супругой своей. Я, Владимир Егорыч, а он уже ничего не слышит, все. Я уже обогнал его. Владимир Егорыч, ну что не узнаете-то меня? А-а-а, так как же не узнаете? Там записали, что ли, его даже? Мы его стихотворение записали. На его стихотворение, песню. Игнать Тихонович Лапкин. Мне трудно дать его портрет. Подобен он волшебной лампе, Что дарит людям... Да, там просвет как раз. Свет, свет. Боже, свет. Нет, нет. Что гонит в мрак, и дарит веницы. Это гитара. Думы мои, думы Вереницы. Чаредую стаи вразнобой. Невзирая на запрет границы, Мечутся вещунит надо мной. Сталкивает память о колтелых, Как могли я, что успел и видел. Думы мои, думы не о теле. Часто в салмах царя Давида Подвожу итог один и тот же. Смысл имеет только в Боге жизнь. Без креста мороз сжимает кожу, Думами пустое ворошит. Без креста мороз сжимает кожу, Думами пустое ворошит. В нервные враги мои успели, Обо мне молот за весой пылью, Распустить о духе и о теле, Выдумки представить страшной пылью. Думы мои, думы не о теле вечны, Упирают в грудь и руновые часть, Память о прошедшем давит плечи. Все, что было, было необычным. Подвожу итог один и тот же. Смысл имеет только в Боге жизнь. Без креста мороз сжимает кожу, Думами пустое ворошит. Без креста мороз сжимает кожу, Думами пустое ворошит. Где мы отошедшие навеки, Для чего я все еще живу? Шрамами и ожогами отметим, Прошлое качает на плод. Строчка уцелевшая и фото, Столько воскрешается без шума, В памяти гигантская работа, Ураганом думы, мои думы, В памяти гигантская работа, Ураганом думы, мои думы. Без креста мороз сжимает кожу, Без креста мороз сжимает кожу, Думы, мои думы вереницы. Ну вот думы, память верующего человека какова. И Игнатий Игнатий, у него там есть фотография, Где он сидит, и подпись он «Думы, мои думы». Когда он на озере в таких коротких штанишках, Летом сидит и думает. Он говорит, вот сюда приходили и мы думали, Мечтали о том, как могло бы все быть, Если бы каноны все ввести в церковь, Чтобы они действовали, Чтобы ни торговли не было, Чтобы оглашенные языки детей, Чтобы все были верующие только в троекратное погружение. Это казались просто мечты какие-то. И вдруг, 91-й год, Господь без шума, без революции, Вот так берет, ломает хребет этой скотине коммунистической, И ничего нет. И оказывается, что у людей высвобождается столько энергии, И энергия эта направлена к духовному, К тому, чего нет на земле. Человек хочет быть истинно свободным. О том, о чем писал апостол Павел. И все рвутся. И сколько Игнатия Тихоновича прослушало людей. Тысячами залы забивались в университете, Чтобы послушать человека. И проповедь истинно они слышали. И начинается охромонизация России. Ну, а не от слова «хромота», а от слова «храм». Ну, получилось так, я что могу сказать. Это в конце, в принципе. Охромонизация, да. Путь к храму. И пророк Илья говорит, да коли тебе народ израильский, Хромать на оба колена. Если ты с Валом, выбери Вала. Но если ты с Богом, выбери Бога. И до сих пор хромают и хромают. На оба колена хромают. И на голову тоже стали недужны. И сердце каменное. Добавок ко всему. И видим мы вокруг все это. Ну, вот очень распространенное мнение. Ну и в семинаре я тоже с кем беседовал. Там визиточки давал. Что если основание на Священном Писании это некий протестантизм православие? Я говорю, да козлатоуст говорил проповедь и опирался на Священное Писание иногда до семидесяти раз. Ветхий, Новый Завет, канонические, неканонические книги. На Слово Божие. Он что, тоже протестант? То есть, вот такое искажение в сознании. Главное предание. А, мол, Игнатий Лапкин возвеличивает Писание выше предания. Во как? Ну, тогда пускай из-за того будет протестант. И такое часто... Тогда и апостолов запишем туда же. Конечно. Вот куда идет. Священное Писание. Бог сказал Слово через пророков, апостолов, через богодухновенных мужей. А в предании мы такое можем. Бабушки сказали, и видение, и все. И сюда можно же прилепить. Вчера матронушки, домушки, там целое... Уже налепили. Да, налепили. Все именно. И тогда что же? Где зерно, где мекина? Все, мекина, зерно перемешано. Что в головах будет у людей? Ничего не будет. Просто язычество в православии. Когда еще, ну, немножко истории. Князь Владимир тогда крестился в Киев. Пришел. Он в Корсуне крестился. Это греческий город Херсонес. И пошла, значит... Ну, как пишут в истории, что пошло распространение Евангелия до Новгорода, дальше. С язычеством боролись. Ну, как боролись-то с язычеством? Мечами зачастую это было. Вот. И народ-то верил больше волхвам. И вот это двоеверие, что вроде и христианин, а язычник в корне остается внутренно, оно на протяжении многих веков и вплоть до нашего времени оказывается. Двоеверие в нас живет, это двоеверие. Почему? Потому что Евангелие не было проповедано должным образом на Руси. Как он это все четко выразил, Лесков? Просто четкая, ясная формула словесная. Ничего больше не надо. Не было должным образом. Были фашковцы, были штундисты, сидели, занимались вот так вот. Православные. Ну, не было этого. Протестантизм. Ну, пусть даже они так называют. Вот этот протестантизм в кавычках, он должен присутствовать. Почему я беру в кавычках? Это не протестантизм. Это нормальное обращение в Господа. Это рождение свыше. Господь говорит Слово Божие. Я его люблю и желаю быть Господом. И желаю изучать, что говорит Небесный Отец. Записали в протестантизм. Ну, вот Михея только пели песню в начале. Да, в начале мы. Разогрева. Да. Что говорит мой Бог, скажу и я. И не словечко против. Вот как должно все. А не то, что там сидит какой-то малышок, или там вот такая борода уже там под пятку, и рассуждает о том, что важнее, что сказала Матронушка, или Николай с острова Залито, или Слово Божье. То вы вообще об этом разговаривать не должны. Кто вам дал это право? Вы, во всяком случае, не можете, как апостол Павел сказать, а ведь и я имею Духа Божьего. А если и скажете, это будет безумие ваше. А говорят, вот в чем дело. Еще часто говорят, ну что вы там читаете какую-то Библию? Я вот сам могу что-то написать, и ты что будешь этому поклоняться? Безум-то стоит народ. А ведь там все отсюда уйдет, с этих корней. Продолжаем? Четвертый стих пятой главы Иоанна говорит Матфея. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Толкованием. Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском. Сказал же, плачущие, разумея, плач не однократный какой-либо, но всегдашний. Притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Утешатся же они только там, не только там, но и здесь. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную. Ну про плачущие, мне кажется, тут понятнее всего, вот честно признаюсь. Да. Потому что слезы, это такое дело, когда человек очень горько. Вот почему говорят, мужчины не плачут, мужчины могут только огорчаться. Все. Вроде слез-то мужчин нету. А это придумали дальше женщины? Нет. Женщины любят сентиментальных мужчин. Ну и мужчина сейчас показывают, там фильмы какие-нибудь. Мужчина немножко, немножко так слезу как было придет. Ну там 15 человек убил, дочку там спас. И сидит на плечах она у него, и он такой вытирает весь кровище. Конечно, кинжал тут в зубах. Вытирает слезинку. Сентиментально. Все-таки есть слеза. Не этот плач, не об этом идет речь. А плач о своих грехах. Плач о том, что ты не смог в должное время найти Христа. Ныне день, время благоприятное. Ныне день спасения. Вот когда нужно начинать плакать. А то люди говорят, проповеди о покаянии. Там с Игнатием Тихоновичем бьются на этих страницах в интернете, в баталиях скайпа. Такие вопросы задают. Потом обвинят во всем, разочаруются, хлопнут скайпом и ушли. Скайпанули его и пошли. Все. Кошмар. Все слышали. Больше чем надо. Уже и вы учителя имели перед своими глазами. И ничего не приняли. Да, мы понимаем. Вы это понимаете тоже. Ждите, когда мы дорастем до грубы. На богослужение смотрю. Сестра молодая. Плачет прям. Нозы капают. Граном. Приятно даже. Я думаю, так прям посмотреть приятно. У нас уже такая молодая. Такое раскаяние. Такое раскаяние. Не тут-то было. Оказывается, потом всем она не о грехах своих плакала. А о том, что танцевать не разрешили, да? А так вот было приятно посмотреть. Потому что я сам прошел через это слезы раскаяния. Это действительно. Но здесь толкователь говорит, что плачущие, блаженные плачущие. То есть постоянно нужно вспоминать, откуда нас Господь откуда из какой-то бездны грехов вывел. Ну еще можно как бы не толкование, но комментарий такой будем сказать. Я бы хотел сказать, плачь о чем? Когда мы плачем? Когда мы в печали большой находимся. А сейчас православие в печали? Да конечно не в печали. Да нет, в печали. Потому что конечный итог православия очень печален. 13 глава нам показывает, я не помню, 11 стих, что и дано было ему вести брань со святыми, войну со святыми и победить их. Толкование говорит о том, что святые это естественно праведники православной церкви. И победил их сатана, вот в чем дело. И написано, а как победил? Где победил? Что и что? И Господь говорит, и если бы не Господь, то ни одна душа не спаслась бы в те дни. Вот в чем дело. И только праведники будут скрываться в ущельях, в горах, в пустынях земли. Вот где будут они скрываться. Никого нет. Всех размечет сатана. Вечная печаль. Вечные слезы нам уготованы. Мы постоянно можем только плакать. У нас другого ничего не остается у православных. У нас же патриарх у депутатов выступает, архиереи сидят. Там же бывший архиерей Алтайский, смотрю, Максим по телевизору прям сидит там в депутатах. Сидят, слушают, позевывают. Ага, так сидят, слушают патриарха. И патриарх там что-то говорит, говорит. Долго так, долго. Долго и совершенно бесполезно. Я вижу, никого не заинтересовало, это ничего не надо. Господь для этого пришел. Если ты пришел в собрание, написано, в собраниях провозглашу имя Господа. Провозглашу имя Господа, провозгласи имя Господа, чтобы все услышали, чтобы все ступенулись и сказали, соглашай этого старика оттуда. Чего он тут там вещает? А не так, что надо патриарху удовлетворить деньжат, дать уроки длиннейшие сделать. И он сидит, выпрашивает у них, чтобы длиннейшие были уроки, чтобы учителям по православию там больше заработной платы. Зачем? Это что, крайний обвал, что ли, потребности церкви какой-то? Или что? Для чего патриарх поставлен-то? Пришел туда к самым грешникам и обращается к ним, как будто это его лучшие друзья. Да ты в сатанинское стойбище зашел. Там же коррупция на коррупции. Там один моет руку другому, чтобы у того кучи машин, а у того кучи 12 машин. Если уж у меня хозяин 6 имеет здесь, а он так средние ручки. То там они, представьте, за что бьются? У кого больше завод? У кого там больше скважин нефтяных? Ну и бог с ними, они тут только, а там они будут. Так о чем и речь идет? Вот им-то надо об этом говорить, а не о том, что у них выпрашивать копейки. И непонятно на кого еще, чтобы учителя были. Где ты патриарх, который не верует в Бога, не нравится ему Слово Божие? И такая же у него вся паства, что мы видим, брат. Вот прям только что новоиспеченный оттуда из семинарий. Ой, а я вот знаете, еще что думаю, простите меня, ради бога, если я так пропускаю. Вот я в основном только эхо Москвы слушаю. Ну только новости, так и особое мнение. И вот у меня такая мысль возникла, что вот мне хочется, ну там телефона не дают все, вот мне хочется по телефону позвонить ему, чтобы пригласили на особое мнение Игнатия Тихоновича Лавкина. Там хоть кого это приглашают? Виталий Ушканов, да? Нет. Нет, особое мнение это полых о Москве. И думаю, вот им бы позвонить и сказать, что вы по скайпу, вызовите Игнатия Тихоновича. Он бы на всю, весь мир бы все рассказал как надо. Вот как бы вот это все сделать было? Они боятся, они не будут. Там этот выступает кто? Нет, это боязнь опять же будет. Кто? Какая боязнь? Где? Ну какая? Им уже не дали здесь выступать. Наверху Москвы, это оппозиционное радио. Так а вы позвоните и скажите, есть такой мотивный швакер. А там еще выступает Кураев. Он часто у них выступает. Но Кураев это совсем не то. Если бы Игнатий Тихонович был по скайпу, с ним бы соединились бы. Мне кажется он учится. Вы же знаете, когда по радио выступал здесь в Барнауле Игнатий Тихонович первые годы 90-х. Любые рассказы, любых там замечательных людей, которые вам понравились. Да, да, да. Вы это предлагайте, говорит, и мы и будем призывать о чем-то. Так я вам и говорю, почему нет так. Я сейчас только вспомнил, что точно есть такие. Прям пишут и в телевизоре тоже. Да вот вы-то вот грамотные, вы бы вот как-то бы позвонили, посоветовали. Вы позовите, пригласите по скайпу с Игнатий Тихонович. Такой проповедник, он бы на весь мир все бы там как надо бы скатал. Что я его запишу? Все же знают. Там хоть кого приглашают? Все же знают об этом. Вот Максим Шевченко, он верующий человек, журналист. Он всегда тоже выступает. Может у них сайт есть? А сайт, да, есть. Сайт есть там. Какой же сайт-то там? Там еще есть пятая программа по телевизору. Там часто-часто, по-моему. Очень пассивный фестивальный. Там как-то называется, по-моему, особое мнение это и есть. Ну вот это вот, Хамаска, там каждый день два человека, пять часов. И у них там дебаты идут. Один за, другой как бы против. И вот они, некоторые прям по скайпу, прям оттуда, с телевизора. Ну там обычно кто-то с Америки, с Европы и тут наши. Ну или там журналисты или кто-то. А это нашинский приглашает. Есть нашинский, есть там Жириновский, там кого только не было уже. Они постоянно-постоянно ведут. Аккуративо часто приглашают. Это как бы реалити-шоу. Реалити-шоу. Реалити-шоу, но как бы все-таки оно в рамках держит они это дело. Не распускают. Ну тоже там могут, как начнет один орать. Что-то орёт, 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 орёт. Думаешь, да чего там, так хорошо говорят люди. Есть люди, там вот этот Кожухов, который, помните, по разным странам-то ездил. И разные там эти обычаи людей. Такой здоровый, усы чёрные. Такой здоровенный мужик Кожухов. Он, оказывается, был военным корреспондентом в Афганистане. Да, и вот он рассказывал. Говорят, ну скажите, вот из вас кто может сказать, вот Афганистан это всё-таки добро было, что мы туда зашли? Или это авантюра? Ну и вот он один только выступил, все молчат. Но я, говорит, могу сказать, как там был, говорит, то, что, говорит, это авантюра, понимали, говорит, все на второй день. А я, говорит, понял, это ещё первый. А почему, говорит, я могу сказать, потому что я был конченым, говорит, романтиком, когда туда поехал. Ну когда я туда приехал и увидел этих мирных жителей, этих пуштунов, этих дихканей, и я всё понял, куда мы залезли. Это авантюра из авантюры. Ну там, если мы говорим там эти казаки там сопливые, то это, ну это вообще отброс им общества какое-то. Ну взять кучу бомжей, допустим, 10 миллионов или 20. Средневековья, да? Средневековья. И засунули, и теперь тебя вот с этими унитазами золочёными нашими, с этими девятиэтажками лифтами, и ты там теперь стоишь. И кого учить? Куда их везти? Мы сами-то никуда не дошли. Но в каком его нету ещё? Вот в чём дело. Социализм не достроили ещё. Еле-еле победили фашистов, отброшенные сами чуть ли не на десятки лет от блаженной жизни на земле. И тут вдруг заехал туда, он говорит, сразу, я говорит, сразу понял, а кого тут учить, как их учить? Он говорит, ничего не будет, и всё. И Сема ей говорит, вот то, что я подумал, первый же день, когда туда приехал, я, говорит, уже сразу был другой. Я, говорит, очень хотел туда, рвался там, доказать кому-то, себе там Сема приехал. Ну и там как заспорили с ним, да вы что, мы обязаны были, там знаете, сколько потом наркотиков туда поплыло, когда Россия. И орали, орали там всё. И он опять, опять выступает и говорит, какие наркотики, подождите, мы вообще о чём говорим? Мы что, туда из-за наркотиков вошли, что ли, все? Правда? Причём тут наркотики, мы же вроде из политических целей туда заходили. А причём из наркотики, все такие раз умолкли, а орали там на него, а тут всё раз и затихли. И всё-таки сидят, никто ничего не знает, цыпочки. Ну что, брат? Сколько молодёжи? Песню тогда ещё пропоём? Да, брат, давай. На чём постановились? Игорь, может, позаботитесь, в Москву свяжетесь, так так? Вот брат, у него есть. У меня нету, это понятно. Брат Владимир. Да. На него кивнём. Ой, как было всё это. Давайте, вы бабушка, да? Да. Проповедник яростный и жгучий. Это вот Владимир Егорович Рогов Владимир Егорович, в 1998 году написал. Он на занятия ходил и принёс прежде всего занятия при нас. Проповедник яростный и жгучий. Правду поднимающий на щель, Елиси любовь развеет тучи. И какой бы ни был бы могучим, из патриархии обличий. В зал, где его пламенные речи, можно слышать, не бывает пуст. Кто бывали, будет с ним на встрече, неприметно скажет злодоуст. В обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз. И текут Иисус его рекою Причестит моритва и рассказ. Лишь Господь на имя Его указни. Всем Бог внушающий стран. Бог и жизнь ему великий праздник. Остальное тление и прах. Проповедь его неотразима. Истинною дышит и живет. Нет дни слов летящих целей мимо. Все вразящий, пущенный полет. В обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз. И текут Иисус его рекою Причестит моритва и рассказ. Сам же испытавший от ГУЛАГа. Он на верандю дня возвел. И, как видим, даже счел за благо. Претерпеть своим этапством. Плайнем пылает, а не крест. В этом человеке ум и честь. Что-то он от Никона и пеет. И о Амбакумах много есть. В обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз. И текут Иисус его рекою Причестит молитва и рассказ. В облегчении нраво-фонистов. И державных небоящих душ Раскрывает бредни атеистов. Мерзкие деяния коммунистов. И марсистко-ленинскую чушь. Недленно так его портрет. Подобен он волшебной лампе. Что гонит, уявляя свет. Игнатий Тихович лапит. В обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз. И текут Иисус его рекою Причестит молитва и рассказ. И текут Иисус его рекою Причестит молитва и рассказ. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь благословил брата приехать поучиться. Давай, брат, учись. Десять лет еще. Давай, оставайся на академе и так далее. До конца учись. Школа там по деревьям без меня. Да, конечно. Зачем она там? Кого там учить-то? Сам как на соплике? Толпу все равно никакого. Ну правда. Что так это? Ты что? Еще какой толп? Да вы что? А вот девочек ты видел? Какие? Которые пели-то? Да, 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 да. Закваска. Так где у них брата? Закваска. Где фундамент у них положено? Да, поделись. Да, с двух сторон. Смотрю я. Смотрю я на ваши фундаменты. Еще никакие. Вести и судом. Вести и судом. Ну где, скажи, вот в Олимпиадах. Смотрю я фундаменты. Олимпиада. Да, да. У нас одна только. Одна только. С фундаментом. Ну, очки фундамента. По-моему, надо Христос воскресец петь. Без этого никак. Да? Да. Христос воскресец. Это же... Ну да. Брат уезжает. Воскресшему Христу. Гим воскресшему Христу. Да. Чтобы все участвовали. Подхватывайте. Не сложно. Ты потом перевернем. Я слов не знаю. А когда начнем петь, вы поймете? Припев. Подпевайте. Припев, да. Ну, поймете. Припев, да. Опять весна, и ловаются почки. А по церлистям засушил мороз. Вновь пал на луне день длиннее ночи. И из могилы восстает Христос. На стаек велины на враг могилы. Сиянье дивным вышел окружен. Не зря Мария скучно спешила. С ее любовью пренебает он. Христос воскрес. Христос воскрес. В сорале без звона. Со всех церквей и баковок ветвей. Христос воскрес лихующее слово. Не слышится выводит соловей. Не слышится выводит соловей. Какая встреча ожила надежда. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. И за неисовет нигде не сборов. И не слышится выводит соловей. Христос воскрес. И не слышится выводит соловей. И не слышится выводит соловей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Благовестье, книги дарить, Этот хлеб по водам пуская, Благовестью зараповедано быть, До начальника жизни взирая. Если наш Господь позволит нам, Снова мы увидим ваши лица, Мы расскажем, что же было там, Будет чье-то сердце часто биться, А пока молись в любви, Если вдруг мы все не возвратимся, Небо нам открыто Богом дверь, Только бы ничем не усомниться. Благовестье, призыв Христа, Проповедовать падшим заблудшим, Пусть дорогу освещает звезда, Только ты будь всегда, брат, послушный. Благовестье, призыв Христа, Проповедовать падшим заблудшим, Пусть дорогу освещает звезда, Только ты будь всегда, брат, послушный. И вот второй вариант, Я написал эти слова в дороге, Когда Николай за рулем был, А я штурманом, По навигатору скажешь, А дальше длинная дорога, Ну и начинаешь что-то из себя выжимать. Тот же мотив, Брат не слышал еще, Даже, наверное, интереснее, чем там. Кто-то едет летом отдыхать, Море, пальмы, бары, рестораны, Но жизнь дала Христа нам здесь познать, В сторону упрещения, обманы, Трое благовестников в пути Возвещали людям путь спасения, А четвертый чемпион страны, Лучший пес, и в этом нет сомненья. С возвращением встречают друзья, И на улице наши веселье. С возвращением благовестия Христа, Пронеслось от окрая вселенной. Дальняя дорога, города, Разные народы и столицы Посетили много государств, Видели мы радостные лица, Неземная радость на лице, Озарялась светом благовестия. Видели мы братство во Христе, И души, словно белые невесты. С возвращением встречают друзья, Вознесем благодарность мы Богу. С возвращением родная земля, Принимает сынов своих снова. Испыта немного на пути, Вот сломалась наша колесница, Боже, всемогущий, помоги, Надо нам усерднее молиться. Руки, брата, Господи, направь, Людям сердцем проложить дорогу. Ветхое, ненужное исправь, И чтобы не взимали денег много. Благовестия, так много преград, Устрояет Господь своей силой. Благовестия, наши ноги спешат, Покорить всю Европу Россию. Позади остались Лиссабон, Рим, Мадрид, Париж и Оппенгаген. Вот дела не выдержал мотор, Возвращаемся в родную гавань. Ты, Россия, нас скорей прими, Стройные березки равнины. На Алтай в июле мы зашли, Видно, как жил день Божий и Ивы. Благовестия, призыв Христа, Проповедовать падшим за лучшим. Благовестия, встречаю друзьям, Воспоем мы, а сам нас все дружно. Благовестия, призыв Христа, Проповедовать падшим за лучшим. Пусть дорогу освещает звезда, Только ты будь всегда, брат, послушным. Осталось в памяти, да. Как встречали. Сейчас только вот так, говоришь, в Лиссабоне были, фантастика какая-то. А были, были там, встречались с братьями нашими во Христе, и там Игнат Тихонич слово говорил, я это записывал, как раз я оператором был. И там один рассказывает, он панамарь, нам книг не хватает духовных на русском языке, прямо свидетельствует перед братьями, ну после литургии, тут рядом Игнат Тихонич. Вот буквально, говорит, дня три до вашего приезда Игнат Тихонич обращается. Ну и что, обсудили, я говорю, пошел в посольство русское в Лиссабоне, это же столица Португалии. Ну а там, ничего такого конкретного не могут предложить. Ну вот же есть, говорит, Игнатий Лапкин-то с книгами, ну где-то он ездит же. Два-три дня проходит, и вот он приезжает. Я, говорит, и не знал, что приедут-то. Вообще ничего не знал, где мы там движемся, а кто знал-то, что мы, где мы там движемся. Вы же сами сказали, никому никого, никуда не звоните. Вот в том-то и дело. А здесь, говорит, где он Лапкин с книгами, у него там столько книг. А кто-то спрашивает-то? А? Кто-то спрашивает-то? Из Собони-Дьякова. Из Собони. Панамарь, Панамарь, это свидетельствует перед братьями. Они русские там, да? Там русская церковь, у них был как раз праздник всех святых. Церковь во имя всех святых. Престольный праздник, мы туда попали, на улице столы накрыли, пищи со стола, ну, после литургии. Мы подъехали-то уже к концу литургии, нам там все... Да у нас в Собони-Кстане есть, так что, нам это для нас не пьет. Дело в том, что, видите как, и книги там приняли, вот как Господь это делал. А перед этим был кто, Фас Геннадий? Там Геннадий Фас за два года был, до нашего приезда. И он уже рассказывал, конечно, как он обратился, что Игнатий Лапкин, беседовал он с ним, и как Господь просветил-то разум его. Поэтому там уже встречали Игнатий Тихоновича, как будто он там бывал уже. Ну и у нас, естественно. Мы как бы немножко там в тени, но все равно мы одна компания, одна группа. Спецназ. Ну, перед таким светильником, вы сами понимаете. Это Кирилл Сахаров-то сказал, вот Игнатий Тихонович-то все рассказывает, может, ваши сотрудники что-то скажут, это там, в Москве, понятно. Они как-то, получается, в тени немножечко, но он так скромно сказал. Ну, я там немножко выступал, тоже это записано. Кто-то снимал, Николай, по-моему, у меня со стороны. Это там Игнатий Тихонович четыре проповеди произнес. В храме. Стоит, молится, ну, выходит, тоже Панамарь, и его в алтарь заводит, все, ну, по благословению отца Кирилла. Выходит уже Игнатий Тихонович нарядный, в стихаре в этом, не узнать его, такой вид у него благочестивый, борода, как положено, все. И начинает говорить проповедь. Вот так Господь сделал, четыре проповеди. Подряд прямо сразу? Ну, не подряд. Почему? Там богослужений-то несколько было, и на каждом богослужении по одной проповеди. Здорово. Вот так. Так что вот Лиссабон, Мадрид и Копенгаген, это не просто даже слова, это все мы пережили, проехали, сломались и стояли там в лесу. Полиция подъехала, наш ломаный английский пригодился все-таки, могли там кто на пальцах, кто на ломаном английском, кто на немецком, объяснялись. Не, ну больше всего на английском. Игнат Тихонович вдруг стал вспоминать слова. 50 лет назад, говорит, учил, ну и пришлось на этом самом, как его называют, отправляют машины, вылетел из головы. В эвакуаторе. 40 там примерно километров везти нас. И мы прямо наверху, можно там сидеть. И я снимал это все, и ехали. И привезли нас в одном месте, там не было просто, там просто машин много было, мы там не отремонтировали, а в другом приняли нас. Посмотрел он и в двигателе, говорит, он нам вот так показал двигатель капут. Но я знаю с детства, Гитлер капут, а тут двигатель капут. То есть надо все его разбирать, скрывать и вот это капут разбирать, что там. А ладно, Николай-то мог это все сделать. Это ему все, масло там куда-нибудь нашли. Вот он остался в мотор капут. Но где запчасти найти? Техника-то российская. Поэтому нас в Калининград и Господь на пароме перенес. А там уже вот этот Дмитрий Булкин, да, фамилия по-моему, Булкин. И он помог. С Испанией он руководил этим всем процессом. С Испанией. Ну там, солнечная Испания, ясно, что он туда ездил. Ну, отдыхать надо. Люди нашлись. Вот, да, такой человек. От него уже машина приезжает, они нас находят. Этот, не Аарон его как-то, а близко. Аарон или как? Ну это, в общем, это Аарон означает. Игнать Тихович потом он нам расшифровал. Аарон, говорит, помогает. А там какой-то по-литовски Давид. Ну он как-то тоже, у них своеобразное, я не помню имя там. У них же по-другому. А это, говорит, Давид и Аарон нам помогают. Не придумаешь такое. И там даже не сутки, но сколько-то часов, часов шесть, нам пришлось заночевать. Около ремонтной нам разрешили. Палатку мы поставили. И вот эта шестерня, которая расплетвала. Она была лопнутая. Лопнутая. Чтобы вам проще было понять, клапана-то должны в такт работать и в пуск-выпуск горючую смесь и выпускать из отработанной газы. А этого так-то нет, и двигатель просто не заводился. Сначала он чихал, кашел, как старый дедушка, а потом все, встал из этой шестерни. Она сейчас современная технология, она не металлическая, она какая-то там композитный материал, короче, смесь чего-то. Я не знаю сам. Вот она это и сломалась. Поэтому он уже в Швеции. Ну, мы там познакомились с русскоязычным населением. Игнат Тихонович говорит, подойди там, поспрашивай. Who is speak English? Кто разговаривает на английском? Here. Здесь. Ну, вот я там подошел. Он молчит, молчит. Думаю, что он молчит? Может, меня совсем не понимает? Достает свой такой телефон. Думаю, вот этот телефон, у меня такого нет. Звонит. И мне дает. Что? Да я-то что скажу? А там по-русски совершенно. Здравствуйте. Я говорю, мы-то вот миссионеры приехали, у нас машина сломалась. Так и так. Ну, вы знаете, вот такой-то человек, его сейчас нету, но мы подойдем попозже. Прям чисто русские. Они русские. Просто женщины вышли замуж за иностранцев. А как он догадался, что вы русский, если это ему по-английски пришло? Да он на ломаном, он говорит, шведы. Каждый второй или третий английский у них. Я потом разговаривал с этой надеждой. Она и вторая, какой же ли? Вон. И в школе их учат не просто для галочки, как нам тоже. А ладно, кому троечки. Потому что знали, что мы никогда не будем. А учат по-настоящему. И они знают английский. Один отлично, другой похуже. Но этот швед, думаю, что он понимал, но сказать, наверное, не мог. Может быть, что-то. И он, а может, даже что-то мог, но не стал говорить. То есть они там английским владеют хорошо. Как он догадался, что-то русский. Ну как, мы здесь... Он выходил, он с нами уже... Я воды, во-первых, попросил уже. Он мимо тут проходит. Поэтому мы уже с ним... Игнать Тихоричным встретился, а нас... Ну вот, к примеру, брат, приехал я вот с Кавказа. Ты что, не поймешь, что я с Кавказа? Ты только вообще говоришь. Русские, русская машина. Да, мы и сказали, по-моему. Вот и нам набрать там... Russian. Ну, нас сразу видно. Russian. 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 Водки, да? Матрешка, лодка, Путин. Карпачок перестройка. А, брат, нас приехали в Лиссабон-то. Там припарковались, через дорогу надо было проходить. Я иду, и только на чисто русском языке такой... Русские приехали, наш автопром еще жив. И такой... Я говорю, а вы откуда? С Харькова. То есть сразу русские приехали. А вовсе не церковь, а просто проходящий какой-то. Я, говорит, с Украины, с Харькова. Ну, на русском там, естественно. Наш автопром жив. Ну, там диаспор полно. Особенно, где церкви русские. Возьми, там, даже Франция, город Мецприход. Ты не представляешь, сколько там русских. А как вы, вот, вы заезжаете, например, в Париж, и как вам узнать, где тут русская диаспора? Чего в любом? Залазишь на машину. Нет, мы, брат, не так это было. Здесь подготовка была. Подготовительный этап заключается в том, угнать их. Что по интернету он узнает у западноевропейских жителей, кто там у нас знакомый. Тетя Валя там, тетя Фройст, например, говорю. Баба Мотя. И они уже собирают это все, информацию. И по Франции была уже информация. И я вот набираю в навигаторах. Ну, иногда им приводят, иногда нет, ты сам-то знаешь. Потому что иногда адреса-то меняются. Они переезжают и так далее. Они вообще справляются. Вот. Малютина, дай там что-то на туалет. Денег. Ну, мы ехали уже, Борно, проехали. И Раиса Юлевна, я как раз, вы говорите, о Малютине, она позвонила. Уже она обойти, значит, сказала. Ничего, след не так сказать. То есть мы их уже проехали. Мы же назад не будем, Баба Малбараджи. Все-таки он там кому-то тоже стучит. А так-то было желание доехать? Ну, я думаю, что если бы было сильное желание, у них встретиться с нами. Мы встретились. Конечно. Здесь тетя Валя сколько раз нам с Артисоном. СМС Гевы. Мы были в Греции еще. А от Греции до Германии-то, у нее есть сколько? И она уже беспокоилась, где мы и что, и как. А Раиса Юрьевна, видите, как она? Жанна вышла, Жанна. Да Жанна вообще, я не помню, смс-ок пять, наверное. Я их соберу, и священника приглашу, и знакомых там. Но она многих приглашала, но двое пришли. Ну, еще плюс родители, четверо. Сама пятая. Священник православный, француз. Я подошел, благословился, я говорю Жанне. Он понимает по-русски? Нет, ничего. Но Эктенье, богослужение, он церковнославянский некоторые. И получается, она мне записывала литургию, отрывок. На четырех языках литургия. Церковнославянский, французский, греческий и румынский еще. Но там есть румыны, поэтому символ веры читается на церковнославянском, на румынском, ну и по-французски. Но не одновременно, естественно, кто что поймет. И вот он по-французски, киньи, возбус такой интересный, а потом по-церковнославянски. Ипаки, 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 господю, помолимся. Ну, причем такое у него с акцентом. А литургия, строй, напевы, очень сходно. Сходно очень все. Помолимся. Они же французы. Они же москвы, говорят. Ну, приход небольшой. Двадцать примерно человек всего лишь. Да, понятно. Конечно, католиков больше. А мусульман, наверное, еще больше. В мусульманске очень много французов переходит. Вообще западноевропейцев есть причины на это. Семьи у них нормальные, так скажем. Плодитесь и размножайтесь, а им что еще надо? Абортов нет. А у французов, ну, тоже, говорит Жанна, что бывает 5-6 человек. Ну, это редко, конечно. Все, значит, что путешествовать, да, сколько сразу? Да, это знание. Обогатился. Да, мне вообще интересно было. Как будто раканье, а сейчас выше вас. Мне интересно играть, климат, все было интересно, все. Ну, естественно, какие встречи, какие вопросы, какие. У меня, Марина, когда съездила в Францию, они по Нормандии путешествовали по берегу, там, где высадка была, как раз, да, поиск. И она говорит, теперь, говорит, мне все совершенно, говорит, понятно, почему у них так, говорит, хорошо, и у них такое сельское хозяйство, там, и там так радостно все, я говорю, почему? У них, говорит, коровы, говорит, не знают, что такое, что такое валяться в собственном дерьме. Я говорю, почему? А у них, говорит, там всегда зеленая трава. Я говорю, а-а-а, у них что, постоянно пазбище? У них первый год пазбище там. И, говорит, коровы такие огромные, говорит, и такие чистые, аж белоснежные, говорит, как вот у нас, говорит, собак моют и водят по улице. У них такие коровы, там, целые стада. Зеленые, говорит, лужайки, и вот эти огромные коровы ходят. Разукрашенные, говорит, бывают, с бантиками, со всякими. Там где-то, а у нас в говне все ходят, отрицательные температуры в Альпах. У нас земли много. На селе у нас земли там много, да, мы там радуемся, да. Только земля, она вот оттуда, начиная с 15 метров, вечная грязлота. Ну что? А где не везде? Сколько процентов не везде? Давайте заканчиваем. Тальский край, это был чужим. Да ладно, нам даже чужим. Пойдем, что ли, нет? Помолимся. Помолимся. Об этом горячо. Боже, милость тебе на блеск, создавшему нас Господи, повинному нас бесчисло, совершили от этого Господи. Прости, от этого Господи, благослови. Благодарим тебя, Господи, за великие Твои милости, мы грешные и недостойные рабы Твои. Имеем такие благости от Тебя. И заповеди эти блаженства, которые Ты даровал нам Господи, они относятся к нам. В тот момент, когда мы уверовали в Тебя, и вели горячее желание покаяться, и иметь добрые плоды покаяния. Для того, чтобы эти заповеди блаженства достигли и нас. Благодарим тебя, Господи, и за брата, за подготовку его. За брата, который приехал здесь порадовать нас музыкальными своими произведениями. Благодарим тебя, Господи, и за сестер наши, которые в старости приходят здесь обучаться. И другим показывать пример научения словам Божьим. Для того, чтобы можно было понести эти знания Твоих слов в мир, этот грешный и прелюбодийный. Чтобы можно было быть солью земли. Чтобы можно было быть светом для этих людей, которые живут во тьме. Не зная, что Ты свет наш, и слова Твои, свет и жизнь. Помоги нам, Господи, все преодолевшее устоять сверно, надежды воскресенья и жизнь вечно. Предстать перед Тобой. И чтобы добрые плоды были у нас, чтобы 30, 60 и 100 крат относилось к нам. Ну, как можно больше, чтобы 100 было. Помоги, Господи. И тем, кто далеко от нас находится, в этих странах, теплых, всяких, хороших, плодовитых, благодатных, но бездуховных. Даруй, Господи, чтобы просвещение в их душах было через Слово Твое, по православному. По тем Святым Отцам Церкви нашей истинной, которые сохранили для нас слова Твои с толкованием, безнебрежения, для бодрствования. Что в последний вонный день, Господи, воскресли мы, как и Ты воскрес. Ибо Ты начальник жизни нашей. Помоги нашим наставникам, брату Игнатию, батюшке Атему, Петрополиту Лареону и всем священначальникам. Даруй быть истинными пастырями. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.